Дорогие друзья, здравствуйте! Поздравляю вас с началом, ну, не календарным, но, по крайней мере, в российском смысле, с таким рабочим началом первого месяца весны. У нас сегодня 6 мая, 13.00 московское время, и мы продолжаем серию вебинаров, посвященных различным вопросам, связанным с покупкой, приобретением, владением зарубежной недвижимости. Тема всегда актуальная, а сейчас вебинары – это просто, ну, реальная возможность действительно как-то пообщаться, посмотреть на другую сторону земного шара, как там сейчас идут дела. Мы говорим сегодня в рамках нашего вебинара-марафона. Наш вебинар-марафон обычно длится, там, 2,5-3 часа, но в результате, когда мы его начали готовить, мы выяснили, что у нас будет сегодня не марафон, а полумарафон. В полумарафон у нас будут сегодня три эксперта, на самом деле. Сначала мы будем разговаривать с Мариной Костиной, с нашим экспертом из Испании, потом с Лили Алтоп, с нашим экспертом из Турции, и затем с Екатериной Морозовой, нашим экспертом из государства Филиппины. И, соответственно, несколько, еще последнее перед тем, как вот с Мариной уже начать общаться, одно такое наблюдение, мы как раз с Мариной несколько секунд обсуждали до начала вебинара текущие тенденции и обратили внимание на такую странную историю. был какой-то интерес к тому, что происходит именно в других странах, не с недвижимостью, а как живут в других странах, примерно недели 3-4 назад, потом этот интерес пошел на спад, и как раз именно тематика недвижимости вышла на первый план. А сейчас опять очень интересно, а что же происходит в моменте в тех странах, недвижимостью которых интересуемся мы все. Ну вот, Марина, здравствуйте, во-первых, давайте связь проверим. Здравствуйте, здравствуйте, спасибо за приглашение, во-первых, и очень рада поучаствовать в нашем мини-марафоне. Итак, Марина Костина, соучредитель компании Дамлекс Реалти из Испании, вы находитесь на побережье Коста Браво, если я понимаю. В данный момент, да. И если я правильно понимаю, вы находитесь в офисе у себя. Да. То есть у вас уже просто можно приезжать в офис, и, в общем, вот вся эта информация о том, что жизнь начала налаживаться, и она действительно правдива, или это не совсем так? Это действительно так. Мы можем уже с 4-го числа приезжать в офис, мы можем проводить даже встречи, но только по предварительной записи. И, соответственно, с выполнением всех мер предосторожности. Это маски, либо это, ну, дистанция полтора-два метра. Вот. Многие начали. Мы начнем нашу работу с 11-го числа, когда мы будем более свободны в своих перемещениях, потому что, я не знаю, слышали вы или нет, но с 11-го числа у нас уже можно собираться компаниями до 10 человек в офисе, дома, либо на террасах. Вот. Поэтому мы решили вот начать с 11-го числа. Но некоторые наши коллеги испанские, они уже приступили к работе с 4-го числа. Правда, пока еще непонятно, чем им заниматься. Ну, а вот скажите, если, предположим, сейчас там, проходя по улице, человек будет проходить мимо вашего офиса и захочет к вам зайти, вы не можете его пока впустить? Нет. Ну, естественно, я думаю, что так или иначе все будут это нарушать, да, но пока что можно только по предварительной записи. Угу. И как первая реакция людей? То есть они начали записываться или пока все еще в таком шоке, пока давайте морем насладимся? Нет, все еще в шоке, конечно же, все еще в шоке, все... Ну, во-первых, сейчас, если мы говорим именно про Испанию, то, что происходит внутри, все сейчас занимаются своими личными делами, в частности, делами, связанными со своим личным бизнесом или с работой. Те, кто потеряли работу или временно уволены, они возвращаются, да, или кто-то начал искать, кто-то возвращается на свои старые рабочие места. То есть эта неделя вот люди заняты этим. Те, у кого владельцы ресторанов, отелей, вот сейчас я по набережной Леурет-де-Мар шла в офис, все перестраивают свои террасы, все их расширяют, думают, как компоновать столы, потому что их нужно поставить в определенном порядке. Поэтому вот эта неделя, это вот неделя такой подготовки к тому, чтобы 11-го числа жизнь уже как-то закипела. Ясно. Дорогие друзья, хочу сразу напомнить, что у нас работает чат, вы можете задавать свои вопросы нашим экспертам, ну, в данном, вот первые, там, минут 30-35 мы общаемся будем с Мариной, и, соответственно, вопросы по Испании, пожалуйста, если у вас какие-то есть. Также хочу сказать, что все наши вебинары будут, безусловно, опубликованы на канале YouTube, а там завтра-послезавтра мы опубликуем письменный отчет, то есть статью о главных, с главными тезисами, которые на наших вебинарах сегодня прозвучат. Марина, вот скажите, все-таки сейчас уже можно говорить, что такая тяжелая фаза, она занимала полтора месяца. Да. Ну, по сути, да. И эти полтора месяца рынок был, находился в очень-очень жестких рамках, просто, ну, просто рынок недвижимости, просто потому, что вы в офисе не могли прийти, да, какие-то сделки могли завершиться, но по факту ничего этого не было. Я говорю всегда, это самый распространенный вопрос был, особенно в самом начале, когда у нас начался карантин вот такой жесткий, мне звонили клиенты, кто с нами уже купил, или те, кто собирались приехать, и все спрашивали, ну, а что же там с ценами? Всех интересует сразу вопрос, цены начали падать или нет? Дело в том, что я, у меня ответ один, у нас не было рынка, то есть он как таковой был аннулирован, он был поставлен на паузу вот в течение полутора месяцев, и ничего не происходило по факту. Да, кто-то заканчивал какие-то свои сделки, например, с местными покупателями, можно было завершить сделку, нотариусы открывались для этого, да, нотариальные конторы, но как это сделать с иностранцами? То есть вот у нас есть ряд сделок, которые мы не успели довести до конца, и мы все ждем, но когда же откроют границы, и когда же наши покупатели смогут приехать и, наконец-то, подписать купчу и получить ключи от своих объектов? Если мы говорим, кстати, о датах, вот есть, собственно, дата, когда, ну, вот, пришли первые там приятные новости из Чехии, что Чехии вроде там открыли границы, потом пришли новости из Финляндии, что вот сегодня, что Финны с 14 мая вроде вводят некие послабления. Проблема вся в том, что границ-то их всегда две, да, есть граница одной страны, есть граница другой, и, в общем, выехать-то можно откуда угодно, вопрос, куда въехать, а наоборот. Вот, вот, какие, ну, ожидания, о чем говорят сейчас с точки зрения, может быть, сроков и с точки зрения правил, какие в Испании сейчас есть? Ну, смотрите, так как у нас уже принято правительством четыре фазы по выходу из карантина, и эти четыре фазы не предусматривают открытие границ. Вот, соответственно, мы все понимаем, что до 22 июня Испания будет закрыта. Ну, транспортные, для транспортного, там, грузового, конечно, границы открыты, да, из Италии к нам товары привозят, вот, из Франции, но для передвижения, для перемещения людей, я так понимаю, что до конца июня не будет ничего открыто, и мы ждем, не дождемся, когда же все-таки будет представлен Министерством транспорта и сообщений. Вот, как раз-таки они сейчас разрабатывают план о том, как и в каких этапах, и в какие сроки будут открываться границы, и как мы будем перемещаться. Пока что мы знаем, что с 22 июня, если все в порядке, мы сможем спокойно перемещаться по стране, между островами и по стране. Ну, то есть, это, но это исключительно, еще раз подчеркну, внутренняя история, то есть, как бы вы границ... Да, это вот внутри Испании, то есть, вот пока что так. На ваш взгляд, ну, понятное дело, эти, там, полтора месяца с рыночной точки зрения, там, хорошо взяли, выкинули из памяти, ну, поскольку не было ничего, да, но все-таки сейчас очевидно, что первые клиенты, первые покупатели будут, там, те же самые испанцы. На ваш взгляд, вот, что покажут и что должны показать вот эти ближайшие, там, полтора-два месяца, когда из-за границы, ну, никакого такого напора покупателей не будет? Вы знаете, ну, конечно, мы, так как мы говорим про Каталонию, да, в данный момент, да, я говорю о Каталонии, рынок Каталонии, Барселона, который остается одним из самых дорогих городов Испании, поэтому, конечно, мне бы хотелось, чтобы в Барселоне цены чуть-чуть подупали, потому что Барселона, если говорить о нашей категории клиентов, русскоговорящих, да, это страны бывшие для Советского Союза, конечно же, Барселона стала для многих недоступной, да, эти клиенты, которые хотели бы купить у нас, но они вынуждены переориентироваться на другие регионы или на другие страны даже. Поэтому мне бы очень хотелось, конечно, чтобы те прогнозы, которые бывают, я наталкиваюсь в интернете или в каких-то печатных изданиях, прогнозируют снижение цен до 20%. В частности, упоминая Барселону, я, конечно, сомневаюсь, потому что у нас уже был пример, это мировой кризис, потом у нас была же, у нас же уже в Каталунии здесь был опыт, похожий на коронавирус, связанный с попыткой отделения, у нас тоже два месяца на рынке ничего не происходило в тот момент, но цены все равно не упали, поэтому сложно сказать, что будет в Барселоне, я думаю, что цены упадут в большей степени на побережье, вот на Коста-Браво, потому что здесь национальные покупатели представлены в очень маленьком, в очень маленький процент, то есть это традиционно покупатели иностранцы, поэтому здесь, конечно, рынок быстрее среагирует на отсутствие покупателей. В Барселоне последние годы превалируют по статистике все-таки местные, то есть около 60% сделок в год в Барселоне заключаются с местными, поэтому будем смотреть, будем ждать. Вы немножко даже опередили мой вопрос, вы начали отвечать, но на самом деле, как раз об этом я бы хотел сказать, все-таки кто-то с радостью, даже с тайным злорадством, уж простительным, поскольку речь идет о бизнесе, говорил о том, что вот уж поскольку Каталония никак не может или не могла определиться и вообще вела себя, многие политики вели себя неправильно, говорили о неком отделении, фактически оно не состоялось, но осадочек-то остался. Вот на ваш взгляд, все-таки вся история связанная с теми погромами, которые там были, понятно, что СМИ показывали самые жуткие картины, возможно, все было не так страшно, с другой стороны, кто знает. Было не так. Ну, все равно, тем не менее, говорят, что для инвесторов это все равно, ну, а деньги любят тишину, да, вот такая информация, она в плюс сработать-то уж точно никак не могла. Все-таки ваше ощущение, насколько вот эта история сильно повлияла, если вы говорите, что цены непосредственно во время вот этих застоя рынка не изменились? Нет, вот нам это было даже очень удивительно, потому что действительно рынок, он замер в те времена, да, в 2017 году, и у нас случился этот референдум незаконный 1 октября, я вам могу сказать, что пока не закончились каникулы рождественские, то есть в январе, в общем-то, ну, был штиль полный, такой же, как вот был и сейчас. Вот, но тем не менее, это не вызвало никакого обвала цен, именно если мы говорим про рынок Барселоны. На побережье отдельный случай мы наблюдали, что люди хотели, многие, кстати говоря, в порыве эмоций, та же местная каталунцы, готовы были сделать большие скидки, все продать и уехать из Каталунии. Хотя они, каталунцы, родились здесь, но им было настолько противно вот эта вся ситуация, что они хотели уехать куда угодно, в любую другую провинцию Испании, но только не оставаться здесь. Но потом, когда эмоции улеглись, испанцы эмоциональные люди, все вернулось на круги своя. Поэтому вот по поводу рынка Барселоны сложно сказать. Он, конечно, стабильнее себя чувствует, чем вот недвижимость на побережье. Скажите, ну, есть такое мнение, ну, вернее, давайте с другого вопроса начну. Раз уж мы заговорили о том, что вот эти полтора-два месяца, по сути, ничего не происходило. Означает ли, сказанное вами, что вот сейчас вы, по сути, пришли к тем же ценам, которые были, скажем, у вас в вашей компании в начале марта? Или это все-таки не совсем так? Вот перед нашим вебинаром я специально посмотрела статистические данные. Как же у нас поменялись цены, чтобы я не со своей колокольни говорила, да, а что же нам говорят официальные источники? И цифры очень интересные по Барселоне, в частности. Цены по сравнению с мартом, они выросли. Каким образом? Мне это сложно представить. Они выросли на 1,1%. Ну, то есть в нулях. Но по сравнению с маем 2019 года они упали на 2%. Ну, потому что в 2019-м цены росли. И к концу года в Барселоне стали немножко так, ну, падать в каких-то местах. Вот. Не знаю, с чем связано. Посмотрела я даже по Бенедорму, Коста-Бланка, хотя не совсем наш регион. Но там цены тоже подросли, аж на 4% по сравнению с мартом, когда начался карантин. То есть мне пока непонятно, откуда взялись эти цифры, с чем они связаны. Но вот официальная статистика нам говорит об этом. Ваше ощущение, если мы говорим о количестве предложений, вот этот пул, он никаким образом не изменился? Или просто, может быть, на рынке продавать стали меньше? Некоторые покупатели действительно сняли с продажи свои объекты. В частности, ой, продавцы сняли свои объекты с продажи, некоторые даже до конца года. Потому что им не горит продавать, а продавать дешево они не хотят. И так как все прогнозируют, что возможно падение, они решили переждать эти времена. Но актов на рынке в нашем регионе появилось не больше, чем было. Потому что даже те наработки, которые у нас есть, теоретически мы не можем их никак продвигать и предлагать, потому что у нас нет фотографий, мы их не посещали, мы их не видели. У нас есть только контакт с продавцом, который думает их продавать. И о чем речь, мы пока сами не знаем. То есть вот с 11-го числа возобновится работа, мы сможем посещать эти новые объекты, смотреть уже, что там с ценами. Если мы говорим о первичке, если мы говорим о вторичке, как-то ситуация меняется, как ведут себя сейчас застройщики, насколько они и вообще для кого текущая ситуация хуже, вернее всего, то, что происходило последние полтора месяца, на ваш взгляд? Ну, застройщики у нас в Каталуне, они чувствуют себя, конечно, всегда на коне, потому что строительства нового очень мало, в Барселоне нехватка нового жилья колоссальная, поэтому какой бы кризис ни происходил, застройщики Барселоны цены никогда не скидывали и не делали никаких скидок покупателям даже в самый разгар мирового кризиса. Но один из застройщиков, о котором я хотела поговорить и представить объект, максимум, на что они пошли, это на то, что их объекты можно консервировать на весь срок карантина, как внутри Испании, так и в стране покупателя, и после того, когда покупатель может приехать, он и посетив объект, и если он ему не нравится, ему застройщик возвращает всю сумму резерву. Со стороны катаунского застройщика это просто невероятный жест чертости. Вот коллега прислал вопрос, давайте сразу же будем на них отвечать. Мониторит цены и видит, что цены на недвижимость за период карантина в Западной Европе чуть ли не поднялись почти везде. Ну, мониторить можно по-разному, но наш зритель посмотрел, и я думаю, что там не доверять оснований нет, такое вполне может быть. Может быть, с целью потом откатить до прежнего уровня, типа налетай подешевело. Ваши ощущения, вот такие хитренькие малости, маленькие хитрости, они возможны? Это не про наш регион. Вот у нас каталунцы, они хоть и упертые, и про них всякие небылицы рассказывают, но они такие люди, дело, слово в этом отношении. Не играют они в такие игры. На юге, да, я встречала и не раз, и даже не в кризисные времена. Назвать побольше, потом откатить, как вот написано. Вот вы сказали, Марина, что, ну, на ваш взгляд, можно ожидать, что вы ждете, то есть, но при этом ждете, в смысле, скорее, надеетесь, да, на то, что чуть-чуть подешевле будет Барселона, и более уверенно говорите про возможное удешевление на Коста-Браве, связывая это, в том числе, с интересом иностранных покупателей. То есть иностранцы позже придут, соответственно, рынок дольше будет, ну, если не стоять, то находиться в таком неважном состоянии, а в этом случае, когда падает спрос, цены волей-неволей начинают снижаться. На ваш взгляд, все-таки, сыграет ли свою роль, или если сыграет, то где и когда? Другая тенденция, о которой говорят активно, а именно люди, побывав в этом карантине, начинают покупать себе недвижимость, чтобы в следующий раз в текущих, в похожих обстоятельствах, не дай бог, конечно, иметь чуть более качественные возможности для жизни. Да, это действительно так. То есть у меня уже, я уже получила много звонков и имейлов от моих клиентов, кто уже купил, кто проживает, например, в Барселоне. В свое время эти люди колебались купить в Барселоне в городе, где есть вся инфраструктура, либо на побережье, ну, победила Барселона, всем хочется в Барселоне. И вот они написали, что сейчас все закончится, будем продавать, хотим дом в пригороде Барселоны, либо на Коста-Брау. А это испанцы или это просто иностранные покупатели, которые... Ну, и россияне, это граждане России, Казахстана, Украины, то есть вот они. Ну, и тенденция... Ну, европейцы, которые покупают здесь, они все-таки в 90% случаев выбирают в пользу дома. Пусть маленького, небольшого, но дом, не квартира. Среди наших покупателей, ну, где-то примерно 50 на 50. Вот россияне, украинцы, казахи, где-то 50 на 50, квартира, либо дом. Вот, ну, сейчас мы видим, по запросам тоже все-таки больше хотят дома, чем квартиры. И на ваш взгляд, ну, трудно, конечно, прогнозировать, но на ваш взгляд вот эта вот тенденция, она не закончится, там, условно говоря, с открытием границ. Ну, потому что сейчас страшновато, да, и кажется, что вот увидели что-то хорошее. А с другой стороны, там, через два месяца, после того, как вся эта ханалия закончится, забудется все, и, там, может быть, ваши ощущения. Ну, я думаю, что да, конечно же, есть процент такой людей эмоциональных, да, которые сейчас, пересидев карантин дома, напуганы, и хочется поменять что-то. Но потом все забывается, мы так устроены, мы забываем о всем плохом, да, и кто-то, конечно, передумает и останется также в этих своих квартирах. Популярный вопрос. Скажите, вот конкретно у вас сейчас, то есть вы частично на него уже ответили, у вас сейчас, вот за этот месяц, появились ли какие-то предложения от частных лиц, когда люди говорят, что готовы подвинуться просто потому, что нужны деньги? И ожидаете ли вы, что в течение двух-трех месяцев такое предложение может появиться? И стать скольким-нибудь массовым, ну, чтобы о нем можно было говорить, как и некая тенденция, влияющая на рынок? Вот именно с формулировкой, что нужны деньги, нет. А те продавцы, которые нам звонили и анонсировали, что они либо уже снижают цену, либо готовы к хорошему торгу, они это мотивируют именно страхом того, что рынок может обвалиться. Но подчеркну, все эти владельцы, это владельцы как раз-таки домов на побережье Коста-Браала. То есть у нас не было ни одного продавца, например, из Барселоны, который бы сказал, я готов скинуть там 100 тысяч, например, на квартиру, лишь бы продать. А технически это может быть связано, что вы все-таки эти полтора месяца проводили не в Барселоне? Нет, потому что вся же связь у нас все равно в основном по телефону. То есть даже общаясь с владельцами, они не знают, я нахожусь в Барселоне, да, или там. Плюс у нас в Барселоне сотрудники остались. Это вот мы оказались отрезанными. Понятно. Пошел вопрос. Я видел, еще несколько вопросов было дома, обязательно на них ответим. Но Михаил еще спрашивает. Сейчас ипотека, насколько реально, какие условия и чего вы ждете на этом рынке? Могут ли быть здесь какие-то изменения? Информация по ипотекам, то есть она пока не изменилась, она осталась такая же. Мало того, банк, с которым мы работаем, не знаю, уместно ли сказать его. Ну, назовите, проблемы нет. Банк Сабадель, мы с ним работаем уже очень много лет. Они рвутся в бой, они жаждут. Вот совсем недавно нам звонили, говорили, ну что же, ну когда же, где же ваши клиенты? Вот, тоже истосковались по работе, по выдаче ипотек. Условия до 60% для нерезидентов. Опять же, я всегда делаю поправку, когда говорю такие цифры. Нужно смотреть, как работает тот же самый банк в разных провинциях Испании. И тот же банк Сабадель выдвигает совершенно другие требования по тем же документам по ипотеке к тем, кто покупает в Каталунии или тем, кто покупает в Марбейле. В Каталунии вот на сегодняшний день для нерезидентов до 60% и годовой интерес это при около 2,5%. И на какой срок можно взять такой? До 30 лет. До 30 лет. Скажите, пожалуйста, ну вот известно, что вообще общение с банком лучше начинать не в тот момент, когда ты уже купил все, там завтра у тебя сделка, да, завтра нотариат, и тут ты вспохватился, бог мой, я же еще и кредит хотел. Нужно делать заранее взаимоотношения с банком, особенно примерные прикидки. Их же можно сделать удаленно, то есть вот можно ли каким-то образом получить, если не официальное согласие, то, по крайней мере, такое предварительное, с тем, чтобы потом было проще, и что для этого надо сделать сейчас? Да, конечно. Мы вообще начинаем, ну, наша компания, мы начинаем работу с клиентом уже, когда он определился и выбрал, мы уже, конечно же, сразу оговариваем, как он хочет купить и какие у него условия покупки, да, насколько он может выкупить сразу свои деньги, или ему нужна ипотека. И если речь только заходит об ипотеке, мы в первую очередь, конечно же, смотрим, какие документы у клиента дадут ли ему, одобрят ли ему ипотеку, чтобы не получилось так, что в конце концов, как вы сказали, он придет уже к сделке, а банк, например, ему эту ипотеку не одобрит. Вот, чтобы не было таких историй, мы это начинаем уже, можно сказать, с параллели, то есть вот у нас идет подбор объекта, и параллельно мы прорабатываем и ведем все консультации, необходимые по выдаче ипотеки. Вы сами это делаете, или все-таки вы банк здесь тоже привлекаете? То есть банк уже готов, чтобы неофициально что-то рассмотреть? Нет, банк, конечно, конечно, все консультации у нас проходят с банком. Единственное, что я сразу могу сказать, банк не выдаст никакого официального подтверждения, что да, мы даем такому там Ивану Иванову, мы даем ипотеку, потому что ипотека выдается под объект в Испании. Но, конечно, основанием являются финансовые документы, подтверждающие платежеспособность покупателей. Вопрос от Андрея. Есть мнение, что к осени появятся скидки именно на вторичном рынке. Причина проста – за период карантина и изолета люди будут терять работу, то есть доход, цены неизбежно будут падать, ну, называют там 10-15% в жилой, в коммерческой недвижимости, может быть, даже более. Ваши ощущения и отдельно тогда про коммерческий ваш взгляд. Ну, как я уже до этого, да, мы с этого начали разговаривать, то есть сложно что-то прогнозировать, потому что вот мы только запускаемся, да, мы только начинаем работу, начинаем ее с нулевой точки, с нулевой отметки. И первые вот ближайшие месяцы, они, конечно же, нам покажут, как будет вести себя рынок. Как я уже сказала, больших скидок можно ожидать на побережье, и в меньшей степени, я думаю, цены упадут в самой Барселоне. А видите ли вы, ну, понятно, что портрет вашего клиента, он, это вовсе не те люди, с которыми вы общались, или точнее не общались во время вот этой пандемии, но тем не менее, видите ли вы, ну, что потенциальные клиенты ваши теряют доход? То есть в той же самой Испании, например, ну, понятное дело, что так же хорошо, может быть, люди не будут жить, как они жили там, словно говоря, полтора-два месяца назад. Вот смотрите, мы как раз обсуждали на днях с нашими коллегами, и так как мы занимаемся еще продажей европейцам, и, в частности, франкоговорящим клиентам, Франция, Бельгия, Швейцария. То есть среди потенциальных клиентов, кто хотел бы приехать и купить, их не уменьшилось, то есть они также жаждут и желают купить, но есть часть клиентов, в том числе и французов тех же, которые решили поставить это немножко на паузу, например, до осени кто-то, кто-то до начала следующего года. И тут две причины. Первая причина – все так же думают, что это будут цены, а вторая причина – люди обеспокоены тем, что же будет происходить с их бизнесом. То есть они хотят выдержать какую-то паузу, посмотреть, будет ли у них какой-то отток приходов, да, или же они будут чувствовать себя нормально. Дорогие друзья, как я говорил, у нас сегодня не марафон, а полумарафон, да, то есть мы у нас сегодня общаемся с тремя экспертами, мы после этого будем говорить о Турции, будем говорить о Филиппинах. Дорогие друзья, вследствие этого мы чуть-чуть больше времени уделим каждой стране, и поэтому сразу хочу предупредить, не удивляйтесь, мы обязательно будем говорить о Турции, о Филиппинах, но тем более, что вопросов много, и мы как раз с Мариной, поэтому немножко выйдем за пределы отведенного нам регламента. Вопрос от Владимира. Сколько на побережье стоит скромная однушка, хотя бы примерно? Ну, как бы вы определили? Давайте сразу еще раз говорить. Барселона и Коста-Браво, мы говорим об этих регионах. Что сейчас, на какие цифры можно ориентироваться? Смотрите, вот эти вопросы, сколько стоит скромная однушка, они меня всегда ставят в тупик, потому что нужно понимать, насколько далеко человек хочет купить от моря, да, какая у него привязка к удаленности от Барселоны. Новое это здание, или ему не важно, есть в нем лифт, или центральный газ, потому что на побережье старых городков много, где нет, например, центрального газа, и до сих пор привозят газ в баллоны. То есть это все, естественно, влияет на цену. Но примерно нужно рассчитывать на нормальную квартиру, в которой, вот как мы привыкли по нашей ментальности жить, где у нас соседи не окна в окна. Если мы говорим, вот я нахожусь сейчас в городе Люрет-де-Мар, и выбрать в нем именно район не шумный, потому что это очень туристический город, то примерно в районе 120 тысяч евро квартира в 100-120. Плюс-минус, близко от моря, это будет очень близко от моря, нормальный дом, современный. Это вторичка? Это вторичка, да, это вторичка. Если говорить о том, что мне без разницы где, но я хочу у моря, такие тоже бывают случаи, можно искать где угодно, есть и предложение за 60 и за 80 тысяч, но это старые дома, не всегда рядом с морем, и, например, они будут находиться по соседству там с тремя-четырьмя шумными дискотеками. Летом не самое лучшее соседство. Ну, может быть, разве что летом 2020-го чуть попроще, все-таки боюсь. Да, сейчас у нас здесь тишина кругу. Ясно. Вопрос частный, безусловно, но я думаю, что, если что, можно будет напрямую потом Марии написать, но если сможете прямо сейчас ответить, вот с резиденцией Ларго-Дурасион сколько месяцев в течение пяти лет может отсутствовать на территории Королевства Испании обладатель? Это вторая пятилетняя резиденция, выдана в Каталонии. Вторая пятилетняя. Ну, Ларго-Дурасион это уже как постоянная резиденция. Можно находиться сколь угодно за пределами. То есть здесь уже не ограничивает государство. Окей. Так, давайте теперь вот к чему еще перейдем. Чуть не забыла, а у нас же есть еще конкретные объекты. Мы на наших вебинарах на прошлой неделе и на этой играем в такую игру, что называется. И просто анализируем следующую ситуацию. Вот сейчас, допустим, что-то можно приобрести. Неизвестно, что будет через 3-4 месяца. Возможно, объект упадет в цене. Возможно, он, напротив, подорожает. Возможно, на нем прямо уже сейчас можно зарабатывать. А возможно, на нем нельзя зарабатывать не сейчас, но можно будет через 3-4 месяца. И вот оценивая, оценивая перспективы ближайших месяцев, мы предлагаем нашим экспертам выбрать пару объектов, которые, на их взгляд, в ближайшее время сохранят свой интерес именно для инвестора. И вот Марина такие объекты выбрала. Я... Давайте сейчас их покажу. И вы тогда прокомментируйте. Это объект по Турции, о нем мы поговорим чуть позже. А вот у нас объект по Испании. И так апартаменты в Барселоне. Что и почему? 81 квадратный метр, 411 тысяч, то есть около 5 тысяч евро за квадрат. Пожалуйста. Смотрите, ну, почему я выбрала этот объект? Я решила остановить свое внимание на новостройках, так как здесь у нас в Каталунии их не так много. Это первое. И сравнить немножечко вот цены. Это, я думаю, будут у нас два наглядных примера. Мы увидим цены, какие в Барселоне, и цены на новостройки в том же Леурет-де-Мар. Данный объект, он находится на второй линии от моря в Барселоне, в очень популярном среди россиян районе Павланово. Очень хорошая инфраструктура. То есть это последний был участок свободный, где можно построить новый дом. Больше ничего уже ни в первой, ни во второй линии построено, нового быть не может. Вот. Ну, как вы видите, дом с бассейном на крыше. Он не очень высотный. Очень удобное, как я уже сказала, расположение. И вот это как раз тот застройщик, про которого я уже упомянула. Скидки они не делают, но они делают вот такую гибкую систему покупки. То есть можно зарезервировать понравившуюся квартиру на очень долгий срок. Они сделали виртуальный тур. У них есть 3D-тур. Мы его на нашем сайте тоже выложили. Его можно посмотреть, посмотреть. Там все подписано. Что из чего построено, какие двери, из чего укол, тип кухни. Полная спецификация, полное описание, подробное есть. Вот. То есть интерес, простите, интерес этого объекта в текущих условиях просто вот... Его именно расположение. Да, ну вот эти условия и плюс его расположение. Потому что в Барселоне клиенты запрашивают либо центр, да, рядом где-то там с домами Гауди, вот, кто знает, да, то есть вот где-то там. Либо уже у моря. Третья категория – это уже те, кто хотят фешенебельный район Барселона и Петраудес. Вот. У моря все хотят по-новее, только что построенное, чтобы, естественно, не было никаких проблем там с текущими ремонтами в ближайшие годы. Вот. И я выбрала этот объект именно потому, что в этом районе вообще на сегодняшний день нет настройок. Это единственное. То есть это одна из причин. То есть мы ограничены по предложениям. И второе – то, что есть вот такая возможность. То есть можно виртуально посетить этот объект удобно. Тем более люди сейчас находятся в России тоже на самоизоляции. Если вдруг любопытно, можно походить, побродить в этой квартире, прикинуть, примерить ее на себя. Вот. И плюс вот есть это условие, что можно зарезервировать. То есть еще крошек. Я резервирую, потом приезжаю, говорю, нет, не понравилось, и мне отдают обсуд. Деньги возвращают, да. Да, застройщик вам возвращает. То есть так как здесь резервы в Испании по закону покупатель имеет право не возвращать, то есть если отказался, вернее, продавец имеет право не возвращать, если покупатель отказался, то в данном случае это уже некий бонус, что застройщик вам возвращает эту сумму. Окей. Так, ну и давайте посмотрим второй вариант, о котором мы с вами говорили. вот он, а, ну вот здесь вот уже цена, но тоже, конечно, не 120, но тем не менее. Да, но это, ну, это первая линия моря. 195 тысяч евро стоит как раз-таки однокомнатная квартира. Ну, по-испански это будут две комнаты, да, гостиная и спальня. Вот. Опять же, я ее взяла в сравнении, чтобы была видна динамика цен, да, то есть как меняются цены. В Барселоне у нас там квартира, конечно, побольше, но и цена в два раза выше. Здесь у нас цены 195 тысяч, это самая дешевая квартира. И, видите, первая линия моря, новостройка. В доме будет подземный паркинг, что здесь, на побережье в первой линии очень редкое явление, потому что раньше не было таких технологий, чтобы у моря подстроиться с подземным паркингом. Тебе, так это построить дом или еще нет? Уже возведена конструкция, и они уже закрывали весь дом, приступали к отделке, но, к сожалению, тоже перенесется срок сдачи из-за того, что не могли продолжать строительные работы во время карантина. А сейчас? Сейчас уже работают. Вот разрешили середину апреля, вот они вернулись к работе. Работают, но в усеченном составе, потому что нельзя выводить всех на работу именно по причине того, что нужно соблюдать вот эту вот дистанцию. и все жалуются, что невозможно работать, как строителям, например, работать, не соприкасаясь друг с другом. То есть все равно у них более тесный контакт. Так, ну и давайте все-таки еще, Марин, поступил у нас несколько вопросов, ответим. Я вот пару вопросов Михаила, а потом задам вопрос еще в самом начале парочка прозвучало. Расскажите о налогах на недвижимость, явных и скрытых. Вот если сделать хороший ремонт в квартире, говорят, могут увеличить сумму налогов или добрать их даже за предыдущие периоды, потому что квартира была оценена неправильно. Нет, ремонт вы можете делать какой угодно. Вы можете купить квартиру за, не знаю, 500 тысяч, а сделать там ремонт на миллион. Это не значит, что она будет стоить полтора миллиона. Она стоит полтора миллиона для вас, но не на рынке, поэтому никаких дополнительных налогов, конечно же, не будет. То, что касается налогов скрытых и явных, это, конечно, большая тема для разговора, потому что в зависимости от того, как человек покупает, на фирму, не на фирму, фирма испанская, фирма российская, это все разное. Самые основные налоги, которые, я так понимаю, спрашивают о налогах, когда уже человек купил, недвижимость, то есть основной налог это налог ИБИ, налог на владение именичного. Он в разных провинциях разный, он рассчитывается от кадастровой суммы, а не от рыночной. Ну, для примера, могу вам сказать, что от реки, который может стоить миллионы, если это старинное здание, квартира, которая построена в начале 20 века, налог на твою квартиру может составлять 200-300 евро в год. То есть чем более объект, тем выше этот налог. Но он в пределах всегда разумный. Касательно, не знаю, налоги, есть налог, например, на отмененный доход, если это не резидент, он рассчитывается также на проказцевой стоимости, у него и ставка твоя там умножается на 1,1%, и от этого берется 24%. Это декларация, которая заполняется ежегодно, должна заполняться не резидентами Испании. Могу рассказать о налогах с покупки. Ну, давайте, я думаю, что это все-таки несколько раз отдельная тема. Это очень глубокая тема, конечно. Да, я думаю, что мы как-нибудь, раз уж такая тема зашла, я думаю, что мы в ближайшее время коснемся этой темы. Марина, будем рады пригласить вас на вебинар этому посвященный. Сколько стоят услуги, буквально в двух словах, сколько стоят услуги фирм по обслуживанию инвестиционной недвижимости, если хозяева недвижимости в России вот сейчас? Ну, это все окей, я купил, хочу сдавать, нахожусь сейчас в России, не имею возможности приехать в Испанию по объективным причинам, хочу, чтобы кто-то мне в этом вопросе помог, на что я должен рассчитывать? Ну, смотрите, если касается коммерческой недвижимости или живой недвижимости. Живой, я квартиру купил, хочу ее сдавать. Вы хотите ее сдавать. Здесь неважно, живете вы, не живете, любая компания, которая сдает вашу объект, ну, допустим, вы хотите сдать. Вознаграждение за сдачу этого объекта в аренду выплачивает арендатор. Это ставка стандартная один месяц стоимости аренды. То есть, если мы сдаем квартиру за тысячу евро в месяц, соответственно, арендатор нам, как агентству, выплачивает эту тысячу. То есть, платит в данном случае не владелец. А если краткосрочная история? Краткосрочная история, здесь вообще тема, видите, сейчас такая сложная. Ну, да, ну, смотрите, мысль такая. Мы всегда рекомендуем нашим клиентам прибегать уже к услугам специализированных фирм, которые занимаются только туристической арендой, потому что тураренда, она подразумевает постоянный контроль за жильем, кто въехал, выехал, депозит, принял, сдал, то есть, это очень такая действительно серьезная работа, если у них всегда у этих фирм есть в штате сотрудники, которые могут провести мелкий ремонт, если вдруг туристы что-то сломали перед приездом и заездом новых жильцов. Вот, поэтому, если я не ошибаюсь, так как мы турарендой не занимаемся, если я не ошибаюсь, то они берут в размере от 15 до 20 процентов, вот я встречала в Сиджи, 125 процентов в свое вознаграждение от суммы, которую получают собственники. Окей, еще пара коротких вопросов, вначале они прозвучали, говорили, ходил слух, что из Беларуси, из Минска, в Барселону можно будет лететь чуть ли не 15-20 мая, такой информации у вас нет? Нет, я могу вам сказать, что есть таблица, которая правительством была опубликована, выпущена, и там пункт авиаперелеты или перемещение по зоне Шенгену, там просто прочерк, ну белое, все белое, ничего не написано, то есть это до 22 июня это точно не будет ничего. Окей, ну и пока Марина отвечать будет, наверное, уже на последний вопрос. Да, единственная ремарка, то есть если речь о резидентах Испании, которым до недавнего времени нельзя было возвращаться в страну, то они уже начали возвращаться. На прошлой неделе у нас клиенты, те, кто застряли в России, смогли прилететь. Было два самолета из Москвы, вот они прилетели, вернулись. Окей, пока сейчас в чате опубликуют контакты компании Damlex Reality, и у вас будет возможность коллеги пообщаться с Мариной, ну и с ее коллегами напрямую задать вопрос уже по завершении нашего вебинара. Я просто еще один момент, буквально такой эмоциональный вопрос, эмоциональный ответ требуется для русскоязычного человека, проживания с семьей в Испании, дети, школы, детские сады. Какие плюсы? Такая минутка совсем уж такой радости. Ну это такой вопрос, конечно, как сказать, неблагодарный, потому что я могу вам рассказывать часами. Мне здесь нравится все, потому что живу здесь уже 20 лет. Но по поводу адаптации могу сказать на своем личном примере. Она у нас прошла просто без сучка и задоринки, то есть у нас не было никаких проблем ни с испанцами, даже когда мы не говорили на испанском языке, ни у нашего сына в школе, то есть не было никакого там гонения на то, что он из России. Это самый распространенный вопрос, как испанцы относятся к русским. Они ко всем относятся очень ровно, то есть главное, чтобы человек был хороший. Это да, это точно. Вижу вопрос Ивана. Иван, к сожалению, явно не успеваем мы осветить вопрос про вид на жилиство в Испании. Этому у нас и статьей много посвящено, и мы, безусловно, об этом поговорим. Кстати, следующий наш вебинар-марафон, который состоится 13 мая. Я думаю, что мы в ближайшее время ссылочку на него здесь скинем. 13 мая он будет посвящен программам ВНЖ и гражданства в разных странах мира и Европы, о их текущих условиях и возможностях, потому что по этой теме как раз вопросов было много. И, возможно, там Испания у нас будет. В общем, следите за обновлениями. У нас информация как раз в чате появится. Вот о будущих мероприятиях здесь у нас как раз можно будет посмотреть. Марин, спасибо вам огромное. Я думаю, что никто не в обиде на то, что мы чуть дольше, чем обещали по времени, разговаривали. Отпускаем вас к морю, тем, дай бог, что у вас дойти до него можно. Это уже большое дело. Обязательно встретимся в ближайшее время. Будем продолжать рассказ. Очень важна именно текущая информация, потому что вроде как выстрел из пистолета сигнал не прозвучал, а вроде как еще не до конца. Да, всем спасибо за внимание. Очень было приятно с вами находиться в эфире. И до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok